Я люблю конференцию «Укрепляя семьи», очень люблю. На каждой конференции была, и просто вот люди здесь все в теме, и я насколько ощущаю присутствие Божие всегда на этих конференциях. Я хочу сказать, что я очень вас всех люблю, это правда. У нас сейчас в Славянске каждый день и утром, и вечером идут молитвы. Я хочу вам сказать, что я молюсь за вас. Знаете, вот скоро день молитвы за сирот, а я вам скажу, я почти каждый день молюсь за вас, потому что в последнее время как-то участились звонки, что делать, что делать, что делать. И там, ну, в общем, все наши вопросы, которые обычно поднимаются. И я думаю, Боже, это же ты им дал этих детей. Значит, ты должен помочь им справиться. Боже, помоги! Потому что, ну, это очень, очень-очень тяжело. Понятно, что есть розы, но шипов бывает так много, что иногда, кажется, не выдерживаешь. Поэтому люблю вас всех, молюсь, искренне молюсь и очень сильно люблю вас. Я хочу спросить, кто был на прошлой конференции, укрепляя семьи? Много, класс, слава Богу, но не все, да? Я хочу сказать, что это была замечательная конференция. Она была замечательная по всему. И потому, что происходило, и тому, что мы получали для себя. От того, как мы общались. И еще она была очень замечательная тем, она заметилась очень сильно, потому что у нас в Славянске началась война, как раз во время этой конференции. Да, это как раз взяли Славянск. И мы как раз с Петром были ведущими. Я сегодня без моего мужа, хотя я всегда, мы всегда обычно вместе служим семьям. Но сейчас вот так получилось, что из-за войны, ну да, из-за войны, именно сегодня у него конференция по миссионерству в Польше. Но я отпросилась, говорю, я просто очень люблю эту конференцию, укрепляя семьи. И я бы очень хотела здесь быть. И потому нам пришлось разъехаться в разные места, но я точно знаю, что сейчас ему важно быть там, потому что у нас на линии фронта 26 миссионерских точек. И мы, правда, мы полностью в миссионерстве, мы в войне. Я не знаю, знаете, некоторые иностранцы, когда приезжают, они говорят, мы не поймем, куда мы жертвуем, потому что когда они проезжают по Киеву, Днепропетровску и Харькову, они говорят, у вас нет войны. И как бы они ничего не видят. И я думаю, что правда, люди, которые живут дальше, они не чувствуют. Я думаю, что вы, кто приехали там с западной Украины, ну да, вы где-то ощущаете ее, когда гробы видите, которые привозят оттуда из востока Украины. Но как бы самой войны вы не ощущаете так сильно. Ну, наверное, это и нормально, потому что невозможно жить в постоянном напряжении, в постоянной войне, если ты далеко от нее. Это где-то оно и нормально. Но с другой стороны, знаете, когда ты понимаешь, что где-то это происходит, то ты тогда в другом состоянии находишься. Вот мы находимся в этом постоянном состоянии войны. У нас в Славянске уже почти два года, как война закончилась, можно сказать. Но из-за того, что все равно мы очень близко к линии фронта, мы это все видим, чувствуем. И потом Бог очень сильно, я думаю, что Он помазал нас на это, на миссионерство и на то, что происходит вообще. Знаете, кто был на прошлой конференции, вы, наверное, помните, что проповедовала Сьюзан. Помните, да? А помните картинку, которую она показала вам? Помните? Вот, вот эта картинка. Вообще Сьюзан очень интересная женщина. Это американка, семья американская, которые приняли 8 детей из России, усыновили. И эта женщина имеет пророческий дар. И я это не один раз уже как бы утверждалась в этом, что она действительно имеет пророческий дар. И на прошлую конференцию она получила слово пророческое от Бога. И она сказала, что я попросила, кажется, сына своего она сказала, чтобы он нарисовал это пророческое слово. И знаете, я очень запомнила эту картинку. И когда началась война, и когда она продолжалась, и когда я смотрю сейчас, я вижу настолько сильно это пророчество сейчас сбывается. Помните, она сказала, я видела Украину на горе. И я видела Украину в огне. Послушайте, это был первый день войны. И мы, точнее, мы еще не знали вообще, что это война. Это только вот взяли Славянск, но мы вообще не представляли, что нам грозит и что вообще будет. И она сказала, я видела в огне. И потом она сказала, я видела церковь на скале, и церковь сияла. Она была в огне, и она сияла. И она была очень высоко, и этот свет видели все. И, знаете, когда я смотрю на все происходящее, я вижу, это точно все сбывающимся. Это точно все сбывающимся. Знаете, когда в городе началась война, тот, кто начал вообще работать в городе, служить людям, эвакуировать людей, потом расселять людей, завозить в город продукты и все остальное, это была именно церковь. Это была именно церковь. И знаете, в нашем городе сейчас отношения к евангельской церкви очень сильно изменились. Потому что единственный, кто вообще оставался в городе и что-то делал, это была церковь. И все знают, кто такая церковь Добрая Весть, и что она делала. И интересно, что из исполкома в городе осталась только одна женщина, и это был начальник Центра социальных служб, которая вообще что-то делала. Все остальные разбежались из исполкома. И мы вместе с этой женщиной, она с нами, мы просто по сто раз на день звонки, и она единственная, которая делала что-то в городе. И это сейчас, если кто-то что-то говорит в исполкоме, потому что сейчас она уже начальник культуры в городе, то она всегда говорит, послушайте, я с этой церковью прошла всю войну. И знаете, когда я смотрю на это, я вижу, Бог именно это делает в Украине сейчас. Вот что сейчас вообще происходит на линии фронта? Миссионеры евангельские ходят в футболках или в таких жилетках, где написано «Мы молимся за мир». На каждой этой точке, о которой я сейчас говорила, по 4-5 миссионеров со всей Украины и даже из-за границы. И что они там делают? Они сидят вместе с этими людьми в подвалах. Они с этими людьми вместе молятся. Они с этими людьми читают слово. Они этим людям раздают продукты. Они с детьми, которые там остались на линии фронта, они постоянно проводят работу. Они постоянно с ними играют, они с ними проводят библейские уроки, они проводят лагеря для того, чтобы хоть как-то разрядить эту обстановку. Знаете, это страшно просто. Это ужасно. Сидеть под бомбёжками и уже два года третий. Сидеть в подвалах. Знаете, иногда наши миссионеры приезжают, вот приезжали недавно в Зайцево. В Зайцево там ещё нет нашей миссионерской точки, но рядышком есть в Майорске. В Зайцево оно разделено, одна часть на одной стороне, другая часть на другой стороне. И когда наши миссионеры приезжают в Зайцево, они говорят, когда вы приезжаете, нас не бомбят. Значит, они связывают верующих людей с тем, что бомбят или не бомбят. Они, наверное, что-то знают. И потом, последний раз, когда ездили, они говорят, оставьте нам хоть одного кого-то, потому что нас тогда не бомбят, когда вы есть. Говорит, мы вам самый лучший подвал предоставим. Мы вам пирожки будем носить. Вот представьте, гостеприимство, да? Мы вам самый лучший подвал предоставим. И это делает Евангельская церковь. Знаете, когда к Славянск взяли, и нам пришлось просто с мужем на трёх телефонах сразу, и он, и я, и одни звонят, вывезите нас, другие звонят, мы можем принять. И знаете, что я увидела? Я увидела, что церковь Иисуса Христа, она есть, и она настолько многогранна, и она настолько прекрасна. С Западной Украины звонят, мы везём вам продукты. С Центральной Украины звонят, мы везём вам продукты. Другие звонят, мы можем принять людей, беженцев. Одни сначала говорили, знаете, нам, пожалуйста, только баптистов. Другие говорили, нам, пожалуйста, только пятидесятников. А потом уже говорили, мы будем служить и верующим, и неверующим, мы будем принимать всех. Я смотрела на это и думала, Господь, это Ты. Знаете, я вообще не знала раньше, что у нас в Украине есть минониты. Вообще не знаю. Я думала, что только в Америке, там где-то в Пенсильвании эти минониты себе живут, а что в Украине есть минониты, я вообще даже не знала. Представьте себе, звонят минониты из Запорожской области, и оказывается, там их целое поселение, там оказывается целая деревня этих минонитов, и у них там свои христианские школы, свои заводы, и они выращивают там животных, они, в общем, у них там вообще целое государство. И я думаю, вот это да. И они звонят, мы хотим вам помогать. Они высылают продукты, они высылают деньги, они принимают наших людей. Я думаю, Бог, это церковь Иисуса Христа. Они принимали неверующих. Церковь Иисуса Христа принимала неверующих людей по всей стране. И знаете потом, что мы видели? Когда мы заехали в город, и люди начали возвращаться, мы увидели и услышали, нам звонили потом, вот этих мы принимали, они покаялись у нас в церкви, и обратите на них внимание, пожалуйста, пригласите их в церковь. И мы теперь уже крестим тех людей, которые приехали после войны и покаялись где-то в каких-то церквях. И мы видели, что это, это церковь Иисуса Христа делает. Это церковь, которая на горе. Это церковь, которая сияет. А знаете, когда я сейчас смотрю на то, что происходит, вот этот указ президента про 500-летие празднования реформации, вы его читали вообще? Почитайте его внимательно. Это же вообще, это же, я думаю, это только Господь, и это вот это исполнение этого пророчества. Знаете, что там даже написано? Эти, экскурсии в евангельские церкви. Что это? Это Господь поднимает свою церковь, авторитет своей церкви. Там много-много всего разного. Что такое реформация? Что такие протестанты? Почему именно протестанты? Что вообще такое происходило и что может произойти в Украине? Знаете, нам казалось, что война, это вот Бог нас наказывает. Я вам скажу, это было очень страшно. Это правда было страшно. Это было страшно вообще, вообще осознать, что началась война. Когда ты живешь вообще столько лет, ты никогда этого даже не представлял. И просто даже было осознание, что эта война, это было страшно. Мы были беженцами, приехали к своим родителям. Я смотрю, мои родители плачут. Они говорят, как? Разве такое может быть? Мы же пережили войну. Зачем вам это? Я думаю, правда? Как это вообще может быть? Это было страшно. Но знаете, именно в войне нам настолько стало открываться Слово Божье. Не просто открываться, оно стало настолько живым. Я выросла в христианской семье. Я с детства верующая. Я знаю Бога, я знаю Писание. Но так, как в войне открывалось нам Слово, так, как оно оживало для нас, так никогда не было. Знаете, ну, например, вот скажите, пожалуйста, вы читали в Писании, где Иисус говорит о последнем времени, и Он говорит, это, между прочим, повеление, это повеление. Молитесь, Он говорит там о последнем времени, а потом говорит, молитесь, чтобы бегство ваше не было зимою. Вот поднимите, пожалуйста, руку, кто до войны молился хоть раз молитвой такой, чтобы бегство наше не было зимою. Перед войной молились? До войны молились? Вау! Три человека молились. Но я скажу, ну, остальные не молились. Я скажу честно, мы тоже не молились. Ты как-то читаешь это слово, ну, и как бы такое ощущение, что оно к тебе вообще не относится, и как оно может вообще к тебе относиться. Ну, ты вообще на него не обращаешь внимания, хотя это повеление. И знаете, как мы поняли? мы славяне, мы бежали летом. у нас разбомбили, у нас разбомбили одно ДБСТ, дом Ахметов подарил им, и бомбили их семь попаданий в одно время. И они бежали в четыре утра в ночных сорочках и во вьетнамках. Это было лето. И они бежали, потому что дом горел, машина взрывалась, все взрывалось. И так многие бежали просто во вьетнамках и в ночных сорочках. Это было лето. И мы говорили, Господь, мы не успели даже помолиться о том, чтобы нам бежать летом. А ты такую нам милость явил. Мы думали, что ты наказываешь нас, наказываешь, что ты нам милость явил, что мы бежали летом. И знаете, настолько слово оживало. А знаете, когда бежала Дебальцева? А Дебальцева, когда бежала, это была зима. Это был февраль. Это был ужас, потому что они тоже бежали в ночных сорочках, во вьетнамках. И кто что одел? Кто в чем? И правда, это ужас бежать зимою. Послушайте, слово Божье, оно настолько реально, оно все реально. Мы просто его не осознаем до конца. А знаете, вот слово написано, мрак покроет землю и мгла народы, а над тобою воссияет Господь. Вы читали это слово? Знаете, когда ты не во мраке и не во тьме, ты его почти не осознаешь, это слово? Оно как вроде тебе, ну да, ну да, наверное, это так. Знаете, когда мы проходим долину смертной тени, когда мы находимся в этих обстоятельствах мрака и тьмы, и ты видишь, что действительно все находятся в таком страхе, что просто парализует, просто с ума люди сходят. у нас начальник Центра социальных служб говорила, я просто, я напиваюсь водки, она нормальная женщина, она хорошая женщина, мы ее знаем уже давно, мы давно с ней работали. Она говорит, у меня такая паника, я ничего не могу сообразить, что мне делать? Я просто пью водку для того, чтобы заснуть, и не могу заснуть, потому что у меня такие нервы, что все. Я говорю, Вера, мы вас вывезем, мы вас поможем. Тома, как у меня дети, Тома, как у меня двухкомнатная квартира. А я говорю, а у нас трехэтажный дом, и что вы уехали? А говорю, да, уехали. А куда я поеду? Кому я нужна? Нужна, мы найдем, мы поможем. Нашли, помогли, и она, она просто, она говорит, я вообще не ожидала, я вообще не знала такого, что кому-то вообще нужны совершенно чужие люди. Я приехала, мы ее в суммы отправили, и там люди верующие, настолько о них заботились. Говорит, полный холодильник каждый день, постоянно приходят, может вам что-то нужно, может вам это нужно, может вам то. Они помогли мне с работы, они мне то помогли. И она говорит, я просто, я не ожидала вообще, что вообще такое существует. И эта тьма покроет землю, и мгла народы, а над тобой у вас сияет Господь. И знаете, мы это увидели реально в своей жизни. Мы настолько увидели это реально, знаете, во всем увидели, в защите Божьей увидели, увидели в Божьем водительстве, во время войны, и сейчас это происходит точно так же, потому что мы в этой войне. Бог настолько давал свое водительство, вообще что нужно делать? Например, что нужно эвакуировать? Это нужно было дойти до этого. Вот нужно. У нас было очень сильное понимание, что нужно вывозить детей. Из-за того, что мы с мужем постоянно учились, изучали травму, и мы все знаем, что такое детская травма. Мы хорошо понимали, что это ужасно, если дети останутся во время войны в городе. Их нужно вывозить. Я прозвонила почти ко всем многодетным, которых я знала, и просила их, выезжайте, выезжайте, выезжайте. Мы знаем, что такое травма детская. Мы знаем, Бог давал понимание, Бог давал ясность. Потому что то, что сейчас происходит, то, что мы сейчас уже видим последствия войны, это же ужас. И те, которые не послушались, они сейчас очень сильно страдают. Потому что есть такое понятие в психологии, называется посттравматическое стрессовое расстройство. Вот это мы сейчас имеем это после войны уже через год у людей. И это страх. Это от него освободиться вообще не так просто. А тогда, когда говорилось, нужно выезжать, они не послушались, но Бог давал понимание. Или приходит понимание, надо закупить тысячу буханок хлеба, чтобы потом его порезать и посушить. Только закупили тысячу буханок хлеба, через два дня начали бомбить хлебозавод. И мы понимаем, это водительство Бога. Это водительство Бога. Или вывозили детей, людей микроавтобусами от церкви, а потом раз, приходит понимание, не надо больше микроавтобусы загонять в город. Буквально в этот же день приходят ополченцы, нам нужны ваши микроавтобусы, для того, чтобы вывозить раненых. А администратор церкви говорит, нет, микроавтобусов нет. Они говорят, есть, мы видели, у вас есть микроавтобусы. Но он говорит, они больше не заезжали, потому что они отбирали все машины. И просто мы настолько видели руку Божью и водительство Божье во всех этих мелочах, кажется, а в обеспечении. Послушайте, мы никогда до войны не ели так, как ели во время войны. Я вам честно говорю. Если вы спросите у людей, которые бежали и были беженцами, мы никогда так не одевались, как во время войны. Мы просто удивлялись Божьей заботе и Божьему попечительству о нас. Мы просто удивлялись. А Божьему обеспечению финансами. Я вам говорю, через нас проходили очень большие деньги. И мы говорили, Господи, откуда это? А Господь говорит, а я говорил вам, что воссияет Господь. Когда бежала Дебальцева, мы за два часа по Фейсбуку собрали 40 тысяч гривен в воскресенье. Когда бежала Дебальцева, нужно было срочно закупать одеяло, потому что люди бежали босые и голые. И нужно было срочно одеяло. Там стояли вагоны в Славянске, в которые их просто вагоны заселяли, заселяли, заселяли в вагоны. И просто потом отправляли дальше, отправляли дальше. Но не было одеял. И мы буквально за два часа мы собрали эти деньги. И на следующий день, в понедельник, уже отправили грузовик в Харьков за одеялами. Понимаете, мы когда смотрели на это, мы думали, Бог, это правда. И это так во всем. И мы поняли, что это так серьезно, это так реально, что Бог сказал. Каждое Его слово, оно настолько истинно. Даже если сегодня нам кажется, что мы его или не понимаем, или не допонимаем, но оно настолько реально и живо. Совсем недавно было пастырское, такое международное, скажем. И на этом международном пастырском были пастыра из Америки, из Канзат-Сити. Может, знаете, есть такой город в Америке, где уже больше 16 лет, и ночью и днем проходит прославление и поклонение, и молитвы. Слышал кто-нибудь за это? Кто это слышал? Уже более 16 лет постоянно, постоянно, постоянно идут молитвы. И вот они приехали на это пастырское, представители из этого Канзат-Сити, и они говорят, еще в 90-х годах им было пророчество через их, я так понимаю, руководителя этого Канзат-Сити, что будет сильнейшее пробуждение, которого еще не было до этих пор, и оно придет из Востока. И еще какие признаки, когда это будет? Там было несколько признаков, но я запомнила одно, что когда тебя будут смотреть на руке в Китае, когда тебя будут смотреть на руке в Китае, вот в это время начнется пробуждение и начнется на Востоке. И когда пришло сейчас вот время, когда, вы знаете, что уже не обязательно даже иметь этот айфон, чтобы смотреть на руке, а сейчас ты просто на руке уже можешь, просто на руке смотреть, клацать и все. В общем, технологии вообще уже. И они говорят, и мы поняли, что время исполнилось, и мы поняли, что пробуждение пойдет с Востока, и потому мы вычислили, что это где-то у вас, и потому наши взоры все устремлены сейчас на Украину и на Россию. И еще Бог говорил, что это пробуждение, начнется с молодежи, и оно будет очень сильно среди молодежи, и молодежь понесет это пробуждение дальше в мусульманские страны, и оно захватит очень-очень сильно, и тогда придет конец. И потому Он говорит, мы очень хотим понять, что у вас происходит. Знаете, когда мы это слышим, мы понимаем, что мы сейчас в такое время живем, когда исполняются последние пророчества Божьи. И знаете, что во всем этом очень интересно? Что мы с вами, кто усыновляет детей, кто принимает детей в семье, мы активнейшие участники всего этого. Потому что вот эти дети, которых Бог нам дал, Он именно через них будет делать это пробуждение. Он именно их помажет на то, чтобы идти проповедовать дальше. Бог с этими детьми имеет очень-очень большое дело. И мы должны в это поверить. Мне очень нравится вот это. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Знаете, в таких очень сильно трудных обстоятельствах нужно держаться этого слова. Мы так много раз видели это во время войны. Когда мы надеемся на Господа, Бог никогда не постыжает. Когда я была в таком сильном состоянии, в таком напряжении, что мне казалось, что я сейчас умру. Я думаю, вот интересно, Иисус, когда перед страданиями написано, что у Него пот истёк, как кровь. Я думаю, это же было такое сильнейшее напряжение во всем теле, что просто уже, как оказалось, что лопаются сосуды. Мы были в таком состоянии. И знаете что? Мне Бог показал в это время сон. Я видела каменное полотно, которое висело просто ни на чём. Оно висело в воздухе. И на этом полотне было написано, «А надеющиеся на Господа не постыдятся». И я стояла во сне и говорила, «Надо же, снова Господь укрепляет меня. Надо же, Бог, Ты так благ, Ты снова укрепляешь меня». Это полотно каменное, и оно висело ни на чём. И знаете, иногда кажется, что вообще не на что надеяться. Иногда кажется, что вообще всё плохо. Иногда кажется, что эти дети уже настолько достали. Иногда кажется, что ничего с них доброго уже не получится. И уже время пришло ему ходить из семьи. А оно как-то вроде бы ничего не получилось. Но знаете, я точно знаю, что если Бог нам дал семью этого ребёнка, это вообще не напрасно. Даже если мы сегодня ещё не видим результат. Даже если мы сегодня ещё не видим плоды от того, что мы в них вкладывали. Даже если кажется, что всё ужасно. Послушайте, у Бога вообще каждый из них назван по имени. Знаете? Каждого из них он знает. Он знает все эти проблемы с ним. Он знает, что он вас не слушается. Он знает, что он ворует. Он знает, что он постоянно ворует. Он знает это. Он знает, что он сейчас уходит от Бога. Он знает это. Но знаете, что он всё равно контролирует. Вы знаете, что ваши молитвы, то, что вы вложили, Бог всё равно всё это, всё, всё приведёт в свой порядок. И ничего не напрасно то, что мы делаем. Это не напрасно. Писание говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих, там он говорит о последнем времени, будущих бедствий. Что такое слово сподобитесь? Кто знает, что такое сподобитесь? Как? Удостоитесь. Вот, да сподобитесь, да удостоитесь, бодрствуйте и молитесь, потому что таким образом вы удостоитесь избежать всех сих будущих бедствий, о которых говорил Иисус. Иисус, милые мои, это так важно в это последнее время быть в этом состоянии. Знаете, у нас уже больше двух лет, получается два с половиной, от начала войны, у нас идет постоянная молитва и утром, и вечером. Когда война была в Славянске, за городом у нас есть такой Славяногорск, Святогорск, и там у нас был лагерь. И в этом лагере у нас были постоянные молитвы, там было много верующих. Три раза на день мы приходили туда и молились. И если неверующие хотели оставаться в этом лагере, они очень хотели оставаться в этом лагере, потому что далеко все боялись ехать, то было такое условие, что все должны приходить на молитвы. А потом еще кто хочет, может приходить ночью. Знаете, что мы делали? Мы сражались, мы стояли за свой город. Мы стояли за освобождение своего города. И знаете, даже на той конференции прошлой, укрепляя семьи, когда началась война, и мы не знали, что это война, ко мне подошла одна пара и говорят, было пророческое слово, что будет война на востоке Украины, и что от Славянска не останется камня на камне. И мы это слушали, и мы это слышали, и не хотелось верить в это. И мы думали, Бог, но если не Невью, которую Ты сказал, что Ты погубишь, да, я думаю, может быть, это пророчества даже были от Господа, но если не Невью Ты помиловал, почему Ты нас не помилуешь, если мы будем молиться, если мы будем стоять, если мы будем каяться за свой народ, неужели Ты не помилуешь нас? И знаете, что мы увидели? Он помиловал. Мы думали, что Он наказывает нас. Оказывается, Он помиловал нас. Он великую милость нам явил, потому что у нас война шла всего три месяца. Нам казалось тогда это вечностью. А Он такую милость нам явил. Бог благ. И то, что нам кажется иногда очень большим и страшным, потом впоследствии мы видим, что оно оказывается нет. Это, оказывается, была милость. Написано, если пойдёшь долиной смертной тени, не убоишься зла и откроешь источники, которых никогда не открывал. Знаете, мы молились об освобождении. Сейчас приезжают к нам с Макеевки, из Донецка, и когда они заходят в церковь, и говорят, интересно, а нам даже мысль не приходит такая, чтобы молиться об освобождении. Просто не приходит такая мысль. И никто так не стоит в молитвах за освобождение, как вы рассказываете. А это нужно делать. Милые, если вы откроете Даниила 4,14, там такое крутое слово стоит. Знаете, что там написано? По велениям бодрствующих это определено. И по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царствами человеческими и дает его кому хочет. По велениям бодрствующих это определено. И по приговору святых назначено. Вы знаете, что вы, святые, и те, которые становятся бодрствующими, они определяют, что будет. Они провозглашают это. Они повелевают этому быть. И они определяют. Мы поверили в это. Мы поверили в то, что Бог сказал. Значит, это так и есть. Потому и утром, и вечером у нас сейчас молитва в церкви за мир в Украине, за освобождение, за реформацию, вообще за пробуждение в Украине. И интересно, что перед вот этим законом, который президент подписал, где-то за два месяца нам пришло понимание, откровение, а может оно до нас только дошло, что Украина может стать евангельской. Вам это приходило когда-нибудь? Да, Украина может стать евангельской. И знаете, по чём мы посмотрели? Если Украина смогла стать бессирот, хотя 15 лет назад это казалось вообще невозможным, а сегодня у нас очередя стоят за детьми, чтобы усыновить, если Украина смогла стать бессирот, значит, она сможет стать евангельской. Понимаете? Она сможет, но если мы, святые и бодрствующие, будем стоять за эту страну постоянно, с постоянством. И мы видим, что это так важно. Вот эти молитвы, которые идут и днём, и ночью. И мы верим, что это будет в Украине. Это нужно в Украине, чтобы молитвы шли и днём, и ночью. И знаете, наши дети должны быть очень задействованы в этом. Они должны быть вместе с нами на них. Обязательно. Знаете, наши дети всегда на молитвах с нами вечером. Обязательно. Я говорю, дети, вообще это самый важный час. Это один час всего. Мы только молимся, прославление и молимся. Это вообще самый важный час в этом дне. Понимаете? Уроки — это важно. Какие-то мероприятия — это важно. Но вот это самое важное. Потому что это решающее для вас. Это решающее вообще для всей нашей Украины и для нас, как для семьи. И они вместе с нами. 13-летний сын наш говорит, «Мам, мне иногда кажется, что вообще мы можем всё, и от нас всё вообще зависит». Я говорю, «Сынок, это правда. Это правда». Потому что Писание так говорит. От нас, от бодрствующих и святых зависит. Как мы будем стоять за свою страну. Вот это зависит. Знаете, иногда мы можем сказать, дети не хотят. У нас вот за этих два года было всего две таких стычки по поводу того, чтобы дети там не хотят. В основном дети очень хотят идти на молитву. Рамина тогда говорит, «Я уже так привыкла ходить на молитву, что я просто не могу не ходить на молитву. Я уже просто не могу. Даже если они гуляют, где-то гуляют». И я позвала, на молитву поехали. «Все, они бегут». И вот таких было две таких, как бы, можно сказать, стычки. Когда старший говорит, я говорю, «Ты что, не собираешься на молитву?» А он, «Нет». А я говорю, «Почему?» И он мне говорит, «Ты давишь на мою религиозную свободу». Я говорю, «О, сыночек». Я говорю, «Садись в машину, поехали, я тебе по дороге расскажу». Я говорю, «Послушай, ты знаешь, что у вас есть право, право на бесплатное обучение в школе?» Это право. Но попробуй, ты не пойди в школу. У меня же сразу же в этот же день будут звонить все учителя. Почему его нет в школе? Интересно, почему все заставляют? И почему я и мы, родители, заставляем вас ходить в школу? У вас просто право ходить в школу. А мы заставляем. Почему? Да попробуй, ты не походи в школу, то у нас вас заберут, потому что мы не заставляем вас ходить в школу. И все заставляют вокруг вас ходить в школу. Зачем? Это же вообще, школа вообще для чего она нужна? Она нужна для временного. Для того, чтобы пожить здесь на земле, чтобы, как мы говорим, чтобы не был уборщиком или еще кем-то. Чтобы где-то выучился и кем-то стал. Вот это и все для чего нужна школа. А церковь, она нужна для вечности. Я говорю, дети, поймите, что вообще самое важное — это церковь. И Бог спасает своих только через церковь. И Он придет за церковью, за своей невестой. И когда будет забирать, то будет забирать церковь. Понимаете? И что молитва — это самое важное, это самое главное вообще. Не школа, от которой мы иногда вообще сходим с ума. И от которой мы так сильно устаем. И кажется, уже эти нервы, вообще нет нервов на эту школу. А ведь это не она самая важная. Самое важное — это привить детям то, что есть Бог, который вам больше всего нужен. Вот этот Бог, Он вам больше всего нужен. И вам нужно строить отношения с Богом. Еще последнее хочу сказать, милые. Я знаю, что ко всем нам приходят страхи, приходят разочарования. Очень сильное слово это, которое сейчас говорилось. А вот в русском переводе... Это какое было место, которое было написано здесь? А, там Еремий есть. Галатам, Галатам было. Галатам. А, в Римлянам чуть по-другому. Вот Римлянам 8, 14, 15. «Ибо все видимое, все, вводимое Духом Божиим, суд Сыны Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Мне очень нравится это место. Смотрите, написано. «Вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Послушайте, мы, мы с вами, все, кто усыновили детей, мне кажется, что мы получили такую большущую порцию вот этого Духа усыновления, как никто из других. Потому что нам нужно этот Дух усыновления теперь раздать на всех этих детей. Потому нам, принимающим детей в семьи, усыновляющим детей, нам дана такая большущая благодать от Бога. Дух усыновления, не Дух страха. Нам не нужно бояться того, через что мы проходим. Нам не нужно бояться. Нам не нужно обвинять себя, если мы что-то неправильно делаем. Хочу просто вдохновить вас. Милые, мы никогда не будем им идеальными родителями. Никогда. И это, между прочим, даже здорово. Понимаете, мы не сможем им все дать, что должны дать. Потому мы вообще не должны мучиться от этого. Хотя скажу, что я мучилась от этого. У меня было время, когда подростки, знаете, они всегда учат родителей, как надо жить, они знают, как надо правильно, и они вам все это высказывают. И было такое время, когда все все в одно время высказали про нас, какие мы неправильные и как неправильно воспитываем детей. И я загрузила в этом. Я трое суток не могла спать. Я говорила, Боже, что такое? Мне казалось, что я хоть что-то понимаю в воспитании детей. А теперь мне кажется, что я вообще ничего не знаю, ничего не понимаю. Да, мы делаем ошибки. Мы так правда? Мы правда много чего делали неправильно? Хотя учились, старались. И знаете, однажды я просто пришла на такую молитву и просто плакала перед Богом. Я говорила, Бог, я не знаю, как надо и что надо делать. И знаете, что он мне сказал? Вот так просто. Я услышала его явно. А тебе не нужно быть идеальной. Достаточно того, что я идеальный. И твоя задача — направить всех своих детей на меня. Вот так и скажи им. Я это им говорю. Дети, не существует идеальных родителей. Их просто не существует. Но есть Бог, Иисус, который всегда идеальный. Вот туда вам нужно. Вот туда мы вас направляем. Вот туда идите. Потому что Он единственный, кто всегда будет рядом с вами. Всегда. Он единственный, кто всегда сможет управлять вашей жизнью. И когда вы не будете знать ответы на какие-то вопросы, и у вас не будет никого рядом, ни родителей, ни друзей, никого, есть Он. Он единственный, который самый лучший. Потому что Он единственное сокровище. Вот это нам нужно передать нашим детям. Бог с нами, милые. Бог в нас. И у нас этого духа усыновления намного больше, чем на других. А здесь есть Стив Вебер? Стив, я бы очень просила тебя помолиться. Помолиться. Я знаю, что на тебе есть дух отцовства за всех этих людей, за все эти семьи, за все эти пары и за их детей. Аллилуйя. Спасибо, Томар. Давайте посланем. Томара рассказывала о войне, которая идет сейчас. А я уверен, что некоторые из вас имеют войну дома. И Бог видит это. И я чувствую, что Он хочет сказать, что только надо присоединиться к лозе. Он, лоза, мы, ветки. А если мы в нем, Он приносит плода. Господь, мы стоим перед Тобою. И, Господь, спасибо за то, что Ты есть. И Ты, Небесный Отец, Ты дал нам любовь к Вашим детям, Господь. И это подарок от Тебя, что у нас есть привилегия воспитывать их. И даже, Господь, если у нас война, которая иногда сильная, а иногда мягкая. Но, Господь, я прошу сейчас, чтобы Ты коснулся каждым родителям сейчас. И, Господь, однажды Ты сказал, совершилось. И, Господь, мы говорим сейчас, что для этой семьи, которая существует тут, Господь, мы говорим, совершилась война, закончила эти проблемы, кончила трудности. Господь, наша самая главная задача это быть в Тебе, а Ты в нас, потому что без Тебя мы ничего не можем делать. Но, Господь, когда мы в Тебе, а Ты в нас, Господь, Ты делаешь все. И спасибо Тебе за то, что Ты делаешь это. И, Господь, мы будем просто молиться, стоять и видеть плоды, которые Ты делаешь, потому что мы в Тебе, а Ты в нас. Господь, спасибо Тебе за то, что мы собрались здесь, а мы просим, чтобы Дух Твой просто делал свою работу так приятно, так нужно на сегодняшний день, чтобы мы укреплялись в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты укреплял каждую семью здесь, а только Ты можешь делать это. И у нас просто будут радости, потому что мы в Тебе, а Ти в нас. Спасибо Тебе за это слово от Тамары, и мы просим, чтобы действительно Украина стала без сирот, потому что здесь пробуждение, и есть движение семей, которые так любят Ваших детей так сильно, что мы радостью взяли всех их, чтобы ни одного осталось сиротом. Во имя Иисуса Христа. Аминь и Аминь. Слава Богу! Спасибо! Спасибо! Аминь.